Наша сегодняшняя лекция будет посвящена библейской критике. Библейская критика – это один из очень важных вопросов современного иудаизма. И начиная с середины XIX века она является постоянным спутником иудаизма, составляя ему оппозицию в понимании библейского текста. Библейская критика ведёт своё начало со Спиноза. Хотя вопрос действительно ли Спиноза придерживался тех взглядов, которые потом про него считают, это вопрос сложный, но наиболее полное раскрытие библейская критика получила в середине XIX века, и она целиком опиралась на литературный анализ текста Тары и вообще текста всего Танаха. Здесь надо отметить, что в принципе различают высшую библейскую критику, которая занимается чисто литературным анализом текста и сравнением библейского текста с другими древними источниками. И то, что иуда называют низшей библейской критикой или низкой критикой, под которой имеют в виду археологические исследования. Но в нашем сегодняшнем анализе мы будем говорить только о высшей библейской критике, называя её просто библейская критика. И так она основана на том, что проводится литературный анализ текста, который выявляет противоречия и несогласованности в библейском тексте. Ну, например, типа того, что в одних рассказах Тарых Бог называется одним именем, например, четырёхбуквенным именем, а в других отрывках называется другим именем, например, Вахим. И в этих отрывках разные идеи, разные концепции, разные установки, разный характер, разный стиль, разная стилистика и характер языка. И все эти особенности, если их суммировать и свести воедино, они коррелируют друг с другом. То есть различные имена, они коррелируют с тем, что в этих же отрывках разные концепции, разные подходы и разные идеи. И тогда возникает идея, возникает концепция на этом основании. И эту концепцию окончательно создал немецкий учёный Вильхаузен в середине, или во второй половине 19 века. Возникает концепция, что текст тары можно как бы разделить на разные типы отрывков. То есть можно выделить вдоль всего текста тары отрывки одного плана, или отрывки второго плана, третьего или четвёртого. И, соответственно, в каждом из отрывков, в каждом из этих подтекстов будет корреляция между определенным именем Бога, определенной идеей, определенным характером изложения, определенным стилем и так далее. Это такое разделение текста тары прежде всего, но и танаха, привлекая к этому весь танах дальше. Такое разделение является некоторым объективным фактом, который мы легко можем видеть в тексте тары. И дальше возникает вопрос об истолковании этого факта. Библейская критика исходит из предпосылки о том, что заведомо тара не является божественной. То есть исходное положение библейской критики – это отрицание божественности тары, пророчества, того, что тара до нас небо. И самая начальная установка – что тара, несомненно, написана людьми. Разумеется, такое предположение не является ни объективным, ни научным, по сути дела. Но библейская критика исходит из того, что поскольку мы пророчества не наблюдаем в мире, следовательно, пророчества не бывает, и пророчества не существует. И в древности его тоже не существовало. И уже на основании этой заранее сделанной предпосылки библейская критика говорит, значит, тару написали люди, а если она имеет разные отрывки по стилю, значит, каждый из этих подтекстов представлял собой отдельный источник, из которых тара была скомпилирована. Это, собственно, и является основной идеей библейской критики, что тара не идет со времен Моисея, в ней много несоответствий тому, что должно было бы по предположению библейской критики быть, если бы она была во времена Моисея. И раз она не со времен Моисея, то в ней есть разные источники, из которых она была собрана. И, соответственно, в каждом из источников было свое имя Бога, свой характер текста, свой стиль, свои идеи, свой подход. И дальше редактор все это скомпилировал. Надо сказать, что, в принципе, такой вывод никак не является объективным. Существует в нашей литературе, вообще, в мировой литературе, полно совершенно произведений, в которых встречаются отрывки разные, по характеру, по стилю, и так вдоль всего текста. Ну, простейшим примером на русском языке, наверное, служат «Война и мертвого», где есть отрывки про войну, есть отрывки про мир, есть отрывки на французском. И всякие отрывки, каждый имеет свой характер и свой стиль, вот эти части «Война и мира», но, тем не менее, никак это не противоречит тому, что это все написал один человек. В еврейской культуре классическим подобным примером, который приводил Иоав Кук, является Маймонид. В разных книгах Маймонид есть масса противоречий. Скажем, комментарий к Мишне имеет другой подход, чем книга «Кодекс законов Мишне-Тора», а в книге Морен и Вухим Маймонид выступает совсем в другой постасе, то есть, если Мишне-Тора написано как Галахический кодекс, то Морен и Вухим написано как философский текст, абсолютно другой по стилю. И если взять все вещи, написанные Маймонидом, то явно проявляется тот факт, что тексты абсолютно разные по характеру и по стилю вполне могли быть написаны одним человеком и как бы составлять единство. Поэтому, в принципе, разумеется, дома в библийской критике о том, что есть отрезки разные по стилю и по характеру, никак не являются доказательством. Однако проблема была в другом, в том, что действительно, в Торе действительно есть противоречия. И вот эти противоречия как-то хотелось бы объяснить. И библийская критика дает такой ответ, что все эти противоречия взялись просто потому, что они взялись из разных источников. То есть, один источник, из которых потом была составлена Библия, имел один взгляд, а другой источник имел другой взгляд. И поскольку они имели разные взгляды, в том, что все отсоединили вместе, вот и появились противоречия. И в итоге было выделено четыре главных источника. Один называется четвербуквенным именем, так как его произносят, ошибочно, впрочем, произносят, но произносят в западной цивилизации. Обычно евреи так избегают такого произношения имени. Его обозначают буквой джей, как первая буква четвербуквенного имени в латинской, цианской ци. это источник. Ему, например, принадлежит те отверстия, где Всевышний называется четвербуквенным именем, например, вторая глава книги Бытия. Есть отрывок Е, который называется элогист, то есть, как слово Бог на иврите. Это, например, первая глава книги Бытия. Есть отрывок П, от слова прист, священник, который считал, Вильгаузен считал его жреческим кодексом, и он к нему отнес большую часть книги Левит, и всевозможные вещи, где перечисляются длинные родословные, поскольку он предположил, что именно священники, для которых важно родословное, что они и сохраняли все эти большие родословные записи. И, наконец, источник, который назвали D, от латинского названия книги Второй Закония, The Teor Numeri, и этот источник послужил основой книги Второй Закония, и только на этом уровне, якобы, возникла концепция единства Бога, что вначале было, вначале по предположению Вильгаузена, тот источник, который J, то есть, который четырехбуквенное имя, это был источник проместного еврейского башка, тот, который Е, Элагим, был источником напрямую и Двопоклонским, поскольку слово Элагим означает именно Боги во множественном числе, как считал Вильгаузен, источник, а единство Бога было проявлено только на уровне источника Д, поскольку именно в книге Второй Закония сказано о единстве Бога, известный отрывок Шмайсаэль, что слушая Израиль, что Бог один, и так далее. Дополнительно те отрывки, в которых имя Всевышнего определяется как Диаграматон плюс Элагим, то есть Адонай Элагим, были определены Вильхаузеном как интеграция источников J и источника E. Вот такое примерное разделение на четыре источника, и ученики Вильхаузена выделили еще дополнительные подисточники, и то есть как бы взяли много разноцветных маркеров и разрисовали весь текст Тары, прежде всего Тары, так, чтобы каждый стих, а иногда и полстиха, относится к одному источнику, а соседний отрывок или соседний стих, а иногда даже и соседний и полстиха, относится к другому источнику, кто же все это соединил, на это был редактор, и этим редактором они все считали Эзеру, то есть лидера еврейского народа при возвращении Зелонского плена, это минус пятый век до новой эры, и соответственно вот эта концепция об источниках, вся еще разбозирующаяся на литературном анализе текста, она получила огромное признание, ее изучали всюду университетов, и до сих пор изучают во многих университетах, и она как бы по мнению ее авторов демонстрирует то, что Тара не до нас неба, что Тару не написал Моисей, а что она поздняя компиляция из различных текстов, хотя, конечно, вся эта конструкция никак не может служить доказательством того, что Тара компиляция из различных текстов, потому что это предположение, что Тара не божественно, и что она компиляция, она была заложена в эту конструкцию, то есть, если мы предположим, что Тара не божественно, это значит, наличие разных стилей, по мнению авторов библейской критики, свидетельствует о разных авторах, а поскольку было много авторов, ну, тут мы видим, что это все поздняя компиляция, и значит, никакой божественности речи не идет, то есть, это, конечно, замкнутый крюк, в смысле, обоснование, но, тем не менее, в качестве обоснования, поскольку картин очень красивое, и действительно, вот эти все стили, 4, может быть, и больше, 5, или даже 6, действительно можно выделить в Таре, и когда взять такие разноцветные маркеры, то действительно, Тару можно так разукрасить, и тогда можно как бы читать каждый источник, в каком-то смысле, отдельно, и получать из этого дополнительную информацию, видеть взгляд такой на историю, взгляд другой, и видеть их как бы соотношение, то есть, явное создается впечатление, что это раскрашивание текста в разные цвета, что это здесь действительно в тексте существующее, то здесь тоже очень важно отделять как бы факт от интерпретации, то, что так раскрасить в разные цвета можно, и что это получается осмысленно, и каждый цвет имеет свои идеи, свой характер, это действительно объективный факт. А вот как толковать эту возможность вот так разукрасить на разные цвета, это вопрос интерпретации. И как я уже сказал, библейская критика, поскольку она исходила в своей интерпретации, что это не может быть божественное, ну, значит, это все составлено из разных источников. Теперь, значит, надо сказать, что еврейский подход, то есть, неправильно, религиозный, асадоксальный подход к библейской критике в начале, когда это только появилось, реагировал попыткой опровергнуть библейскую критику, скажем, да. И еще раз очень важно, что при таком разделении как бы все проблемы снимаются, все противоречия снимаются. И получается, каждый источник получается вполне логичным отдельным текстом. То есть, это действительно явно заложено скорее вот этой вот возможностью так разделить на источники. Так вот, сначала асадоксальный подход, ну, сначала вообще не замечал библейской критики, но потом, когда я его заметили, и когда все больше евреев стало идти в университет, и в университетах слушало эту библейскую критику, соответственно, на нее надо было как-то отвечать, то появились некоторые раввины, исследователи, которые все отучились на опровержении библейской критики, на том, чтобы доказать, что здесь все противоречия мимы, что мы действительно можем объяснить эти противоречия без того, чтобы прибегать к идее, лишь это было скомпилировано из разных текстов, в частности, Раф Давид Свихофман чрезвычайно много об этом писал, и специальные работы, в которых он последовательно пытался в каждом месте опровергнуть библейскую критику. Но позже в подходе адоксального элдаизма к библейской христии произошел поворот. И поворот этот связан прежде всего с деятельностью выдающегося совершенно исследователя Танаха. Он был исследователем вообще прежде всего текстуального Танаха, кантеляции и системы понимания Таамим, Равина Мордыхая Бровера. И Раф Бровер, он очень известен своими работами по изучению Кетер Арамцова, то есть кодекса Тары, под кодексом понимают не свиток, а когда листы, хоть листы пергаментов, сшиты как бы в книгу. И в кодексах, в отличие от свитков, писали кантеляцию. Так вот, один из самых лучших, самых важных текстов, это Кетер Арамцова. Кетер, то есть, мысли, выдающаяся рукопись, а Арамцова это Сирия. Есть теоретские традиции Арам-Нагараем, это Месопотамия, а Арамцова это Сирия. Поэтому Кетер Арамцова это выдающийся текст Тары, в данном случае кодекс, находящийся в Сирии, в городе Алеппо, поэтому он называется Алеппский кодекс и является одним из самых лучших примерно X века и по нему были выверены тонах израильского издания современного. после превзошения независимости государства в Израиль возникла идея, что нужно вернувшись, нужно снова как бы вычитать в тонах не смысла те букв, а в смысле огласовок, кантеляции и всего этого очень сложного аппарата. И Кетер Арамцова его действительно подпольно привезли из Сирии в Израиль и он сейчас находится в музее книги, но там не хватает довольно большой части тары. и Абвейд Мэйд Хайбройер с помощью анализа всего текста Кетер Арамцова разработал принципы как строится огласовка и кантеляция и восстановил чтение тех страниц, которые отсутствуют. Потом, кстати, некоторые из них страниц были найдены и действительно оказалось, что он правильно восстановил. Так вот, Абвейд Хайбройер в молодости я просто рассказал тому, насколько он был действительно выдающийся исследователь текста. Но в молодости он решил, что нужно бороться с библейской критикой. Это в 20-х годах, наверное, 1920-х, и пошел учиться в университет, решив, что он пойдет в университет, изучит библейскую критику и как бы изнутри ее тщательно опровергнет. Но в процессе этого изучения Абвейд Хайбройер поменял свою позицию и сказал, что вот это разделение, которое сделалось, это разделение, наоборот, очень правильное. Только, поэтому, прежде всего, большое спасибо ученым библейской критике, которые вот это разделение тщательный анализ провели и сопоставили разные отрывки. только истолкование неверное. И истолковать нужно совершенно иначе. А именно, наличие противоречий вовсе не свидетельствует о том, что это писали разные люди. Наоборот, оно свидетельствует о божественном характере книги. Потому что Тара должна отражать мироздание. А наш мир это мир сотканный из противоречий. И поэтому Тара обязательно должна иметь противоречия. То есть бывают и человеческие книги с противоречиями, но если это божественная книга, то она не может не быть с противоречиями. Противоречия должны обязательно быть. Поскольку Бог создал мир противоречивым, ну, соответственно, и Тару он тоже дал противоречивую. И поэтому каждый из этих как бы стилей вот этих источников, если так можно выразиться, это не источник в смысле человеческом, из которых собрали Тару, а это высший божественный источник, поэтому надо понимать источник в смысле духовном и мистическом может быть даже, то есть некое проявление божественности и разные типы проявления божественности, они как бы при своем нисхождении вниз, когда дается Тарах, они проявляются в разном характере текста. и ровно эти четыре все источника были интерпретированы потом Рамом Броером и дальше его школой как четыре уровня проявления Всевышнего, причем все эти уровни на деле Весферот располагаются на центральной линии, наибыше будет Кетер, дальше Хахма-Ибина, дальше Тиферет и дальше Малхут. И согласно этому соотношению П, то есть Прис, то есть Жеческий кодекс Вильгалзена соответствует Каббалистической сфере Кетер, дальше Источник Д, книга Второзакония, соответствует сфере Хахма-Ибина, уровню Хахма-Ибина, дальше уровень Джей, связанный с четырехбуквенным именем, соответствует сфере Тиферет, и Э, Элагист соответствует сфере Малхут. Ну, почему Элагим, Элагист соответствует сфере Малхут, это понятно, поскольку Элагим это реализация божественности в мире, то это соответствует сфере Малхут. То, что Джей, то есть четырехбуквенное имя соответствует сфере Тиферет, это тоже классическое совершенно соотношение между божественными именами и сферот, и Тиферет по своему характеру эта сфера объединяющая, то есть она объединяет шесть Медот от Хесада и до Исода. И в этом смысле четырехбуквенное имя Всевышнего объединяет действительно прошедшее настоящее будущее и такое имя концентрирующее центральное. Почему книга Второзакония, то есть Д, соответствует сфере Хохма, а книга Левит соответствует сфере Кетер, здесь я ответить на это не берусь, это отдельная тема, я постараюсь потом ее осветить более подробно. Значит, таким образом получается, что есть божественный свет, приходящий из из разных уровней дерева кабалы, из разных сферот. И поскольку он приходит из разных сферот, кстати, отметим еще раз, что все это приходит в центральной линии, здесь нет право и лево, здесь все разные уровни на центральной линии, то, соответственно, каждый уровень реализуется по-разному и превращается в разный характер текст. И тогда отличие в божественных именах, в стилях, в идеях возникает совершенно естественно и как бы иначе даже невозможно. То есть, поскольку Всевышний хотел дать Тару, чтобы она была адекватна миру, чтобы она проявляла разные уровни мироздания, он дает ее на разных уровнях исходящего света, то, соответственно, между ними неизбежно возникают противоречия. То есть, противоречия совершенно необходимы. И это является главным, наиболее существенным ответом ортодоксального иудаизма на библиистскую критику. Мы видим здесь, что подход состоит не в том, чтобы опровергать что-то или кого-то. Подход состоит в том, чтобы увидеть зерно истины в вещи, которые, казалось бы, совершенно не соответствуют иудаизму. То есть, это очень ярко и важно. И вот поэтому концепцию Рава Бройера, ее не только нам нужно изучать, но получается, что библейская критика для нас заготовила прекрасный материал. После этого можем обдумывать истории тары с нового ракурса, видеть в них гораздо более тонкие вещи. То есть, большое спасибо тому, что библейская критика поработала и главная возможность распринять тару на более высоком уровне. И здесь мы видим такой классический совершенно пример, очень яркий, ситуации извлечения искр. то есть, приходит некоторое учение, которое находится в конфликте с иудаизмом. И, казалось бы, оно иудаизм опровергает. И это учение явно не глупое. То есть, не то, что оно совершенно не имеет оснований. Ничего подобного. Оно имеет основания, оно имеет свою логику, оно вроде бы обосновывает, оно действительно проводит какой-то анализ. И этот анализ, казалось бы, полностью тотально противоречит иудаизму. И здесь нам нужно прежде всего не начинать опровергать эту концепцию, а пытаться подумать по-другому. Подумать, что положительного она нам несет. Как мы можем улучшить свое понимание Тары на основании этой концепции. Как она продвигает нас, несмотря на то, что она Таре как бы иудаизму исходно противоречит. То есть то, что она противоречит, то, что некая концепция противоречит иудаизму, это с каббалистической точки зрения не является свойством искры, это является свойством скорлупы. То есть на внешнем уровне есть противоречие, а вот нам или там столкновение есть несогласие с Тарой, но на внутреннем уровне есть может быть некий позитивный элемент в этой концепции, который поможет нам продвинуться самим. Поэтому прежде чем пускаться в опровержение разных концепций, которые выдвигаются, стоит над ними задуматься. То есть прежде всего нужно действительно планомерно и научно-ответственно эти концепции изучать, эти концепции понимать, понимать их внутреннюю логику, их внутренний смысл, уметь не поддаваться на них, при том, что положительно к ним относиться. Вот это довольно сложная вещь, это как бы свойство взрыва слова человека. Ребенок так не может относиться, на него это или положительно, или отрицательно, или это черное, или это белое. Но взрослый человек понимает, что масса концепций в жизни нельзя отнести просто к черному или к белому, в них есть разноцветные, в них есть разные уровни, и поэтому нужно не поддаваясь на выводы библейской критики в данном случае, или вообще на выводы этой концепции, при этом ее изучать и честно в нее как бы научно-объективно, научно-ответственно влезать, но, разумеется, не могут делать все, только кто-то там, кто специализируется в этой области, но такие тоже, безусловно, должны найтися обязательно, и тогда из анализа этой самой концепции мы сможем найти то положительное зерно, в котором эта концепция обогащает иудаизм, и так происходило со всеми совершенно концепциями в ходе развития иудаизма в последние столетия, то есть и, скажем, теория Дарвина, которая многим казалась опровержением иудаизму, на самом деле может продвигать нас в понимании важности эволюции, в понимании смысла эволюции, в понимании единства всего мироздания и в понимании важности развития, и это, соответственно, дальше обогащает наш иудаизм. Или библейская критика в данном случае, разделяя Тару на различные слои, дает нам более глубокое понимание текста. И вот именно такой подход Рав Кук считает правильным в мессианское время, в наше время. Я не берусь сказать, был ли бы этот подход правильным в прошлые века, поскольку в прошлые века главным было сохранение еврейского народа. Но последние 200 лет главным является не сохранение, а продвижение народа. И вот это продвижение невозможно без вытаскивания искр из всех вызовов, всех оппонентов, которыми нам приходится сталкиваться. И именно такой подход Рав Кук предлагает ко всем вещам, и в частности библейской критики. То есть несогласие с выводами с одной стороны, позитивное внимание к основам, к логике, к проблематике, к тем задачам, которые она ставит, к тем противоречиям, на которые она отвечает с другой стороны. И вместе этот процесс приводит к тому, что мы можем вытащить эту искру и продвинуть наше понимание иудаизма на основании вещей, которые, казалось бы, иудаизму противоречат. Продолжение следует... Продолжение следует...